Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211-50-30. В эфире «Бьюти Тайм». Всем здравствуйте. В ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Темы летних фестивалей не ограничиваются лишь бардовской песней и фольклорными выступлениями. Идей на самом деле столько, сколько у современного человека увлечений. Так масштабный проект «Доброфест» собрал под открытым небом сторонников активного образа жизни. Летние фестивали – вот что позволяет очень разнообразно и сжатые сроки качественно провести уикенд на природе. Только зачастую такой формат отдыха не сопряжен с зожем. И на радость приверженцев здоровых привычек на Южном Урале появился новый формат – фестиваль русской бани «Спа-Велнес-Доброфест», площадкой которого стала территория термального курорта «Баден-Баден. Ясная сказка». Мы все-таки живем в России. Русские традиции, славянские традиции, они должны быть в тренде. Поэтому мы взяли это за основу. То есть это основа вообще фестиваля, на который легло все остальное. Фестиваль здоровья. Какой должен быть фестиваль здоровья? Он должен быть добрым. Поэтому появилось название «Доброфест». Программа фестиваля отчасти предсказуемая. Массажи, йога, аэробика, банное мастерство. Но что примечательно для «Доброфеста», здесь собрались лучшие мастера и представители самых редких направлений. Кстати, занятия по йоге, аквазумбе и различным танцевальным направлениям проходят на территории комплекса ежедневно. Эта гимнастика очень простая и одновременно очень эффективная для здоровья женщины. Эффективнее практики я для женщин не знаю. Она дает и физическое здоровье, то есть она воздействует на гормональную систему, на позвоночник, выстраивает правильно позвоночник. Женские органы приводят в норму, суставы. И кроме этого, психическое здоровье также приходит в норму. Эмоциональный фон, гормональный фон. Аквазумба, да, достаточно новое направление. У нас сегодня преподает лицензированный тренер, преподаватель Прыкина Мария. Мы представляем эту программу, потому что она очень интересная, зажигательная, танцевальная, веселая. Танцы в воде всегда очень нравятся людям. Но гамак, как и любая йога, подходит для любого уровня развития. Все зависит от того, что вы с ним делаете. Если вы используете гамак как поддержку, как для компенсации каких-то форм, которые нельзя делать собственным весом, то это, конечно, для начинающих терапевтический эффект. Но для тех, кто хочет продолжать, тот найдет для себя в гамаке очень много интересных силовых вариантов, более таких гибкостных что ли вариантов, которых можно очень хорошо растянуться, накачать себе мышцы. Банное искусство – направление, требующее отдельного внимания. О популярности этой древней традиции говорит большое количество выставочных стендов, мастер-классов и тех, кто их готов посетить. Настоящие ценители хорошего пара знают, что русская баня, выполненная по всем правилам, это не экзекуция, а наш достойный ответ саморскому СПА. Существует понятие «живая баня», на сегодняшний день мы его так учреждаем, это понятие вводим, так сказать, в мозги уже, прививаем потихонечку. И вот понятие «живая баня» подразумевает порядка 80 отличительных особенностей, которые ярко отличают баню термоса, сауну, какой-то там фольгой обшитый теремок от настоящей бани. И вот я уже тут дорвался, я уже попарился. В глубоком понимании, вот с моей точки зрения массажиста, баня – это невероятно важный элемент общего здоровья, потому что меняется напряжение в мышцах, и суставы однозначно, и связки сухожилия начинают размягчаться, особенно связки. И при артритных ситуациях с артритом, при окостенениях, при затвердениях, движениях в суставе – это невероятная помощь, если ее делать правильно. Опять-таки правильно – это очень важно. То есть правильная баня – она мягкая. В планах у строителей Доброфеста вывести проект на федеральный уровень, что в перспективе сулит Челябинску славу столицы не только промышленной, но и туристической, курортной. В новом выпуске проекта «Модная тема» мы говорим о тенденциях сезона с точки зрения индивидуальности. Несколько примеров авторской подачи тренда прямо сейчас. Каждый летний сезон мы храним в воспоминаниях не только в виде памятных событий и поездок, но и определенно стилем, который был актуален в тот или иной год. Притворяют тенденции этого лета в реальные коллекции и подробно нам комментируют сегодня художники-модельеры «Модного дома.Я» Татьяна Мулюкова и Марина Рюмина. Мода меняется, конечно, появляются новые цвета, новые тренды. А если говорить о сегодняшней моде, то она, скорее всего, меняется в каких-то нюансах, в каких-то мелочах, которые передают именно сегодняшний день. Лето – это все-таки время принтов, ярких красок и сложных рисунков. В этом году дизайнеры предложили всегда актуальную полоску. Полоска у нас каждое лето пользуется популярностью, так как она относится и к морскому стилю, и как графически очень выразительно. Эта яркая полоска, допустим, теперь непривычно синяя, а, допустим, красная с белым яркая. Но при этом такие очень милые женственные силуэты. Каждое лето неизменно остаются цветы. В этом году дизайнеры тоже эту тему не обошли стороной. Предлагают принты как мелких нежных полевых цветов, так и крупных экзотических. Также говоря о принтах, хотелось бы сказать, что дизайнеры этим летом не ограничили себя в фантазии. Они используют какие-то забавные смешные рисунки. Это могут быть изображения кактусов, очков, каких-то смешных животных, как будто бы сошли со страниц детских комиксов. Сейчас рисунок, понятно, что он популярен, это и флористика, и геометрия. Но если, допустим, говорить о качестве ее исполнения, то это такое ощущение легкого акварельного нанесения, ощущение, как будто это картина нарисованная маслом. И художники сейчас исполняют ткани уже сразу с нанесенным таким рисунком, где конструктору остается только выкроить, а мастеру сшить. Сама ткань, она уже предопределяет то, что из нее мы будем делать. Это топ, платье там и шорты. Что касается эпохи, послужившей референсом многих коллекций этого лета, это, безусловно, 80-е. Спортивные, деловитые, порой дерзкие. Этим летом очень актуальна тема оверсайз, то есть свободные, летящие, объемные вещи. Это и свободные, как бы ни в размер, ни с плеча, пиджаки и брюки, широкие брюки. Это свободные летящие платья, которые могут быть выполнены из шелка, шифона, легкого хлопка. Это платья-халаты актуальные этим летом. Причем платье-халат может быть выполнено так же, как и из грубого какого-то, держащего форму хлопка, либо из легких шелковых тканей, или какие-то даже плотные жаккарды. Привычный нам бомбер мы теперь носим не со спортивной обувью, как мы привыкли. Кроссовки теперь это, допустим, широкие брюки и босоножки на широкой платформе, которые сейчас вот просто на пике популярности. Леопардовый принт, он достаточно провокационный, и многие модницы относятся к нему с осторожностью, но надо сказать, что этот принт, либо вы его любите и носите, и он вам идет, и это не выглядит как-то вычурно, либо нет. Так как лето, это всегда пора цвета, смешения красок. Нынешним летом тоже очень актуальны сочетания пастельных цветов. Ну и чтобы образ получился более сложным, продуманным, то можно использовать не только чистые цвета, но и добавлять в них какие-то более сложные оттенки. Если резюмировать вышесказанное, это лето в противовес прошлому, пастельному, нежному, достаточно яркое, малоскромное и бескомпромиссно активное. Любопытно, будет ли в таком случае соответствовать содержание в форме. Купаемся в любую погоду в Баден-Баден лесная сказка. Два больших бассейна, водопады и массажеры. Комфортная зона для загара. Пляж с аттракционами на лесном озере. Приезжай в лето. baden74.rf Тысячи модных идей для ярких праздников и стильных будней от креативной команды VIP-ателье «Модный дом. Я». Всегда рады видеть вас на Пушкина, 32. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Гиплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Информационный портал доктора «Гиплекса» – мояноваяжизнь.рф Вы смотрите «Бьюти Тайм». Далее выпуски несколько стильных комплектов из коллекции наступившего сезона. Принты, рисунки, набивки и орнаменты. У неоднотонных тканей множество названий и еще больше характеров и настроений. Классика жанра – флористические мотивы. Они в наш век востребованы даже в мужских коллекциях. Цветы в акварельном – исполнение для ценителей мягких линий и плавных переходов. А те, кто предпочитает реалистичность, обычно выбирает фотопринты. Графические решения, как, например, полоска, не смотрятся столь уж консервативно, когда совмещены с каким-либо еще принтом. И, наконец, экстравагантное решение – африканские мотивы во всем своем буйстве красок. В летних коллекциях, как правило, больше эмоций и чувств. И поскольку за все это отвечают ткани с принтом, значит, возможностей выразить себя у нас предостаточно. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске новая серия проекта «Мое новое тело». Вопросы стройности, здоровья и красоты мы рассматриваем с точки зрения косметологии, генетики и антивозрастной медицины. Рубрику представляет Центр эстетической косметологии и коррекции веса «Эстетик-центр». Быть матерью двоих детей и бабушкой двоих внуков – это почетная обязанность и большая ответственность. Но в то же время это не повод игнорировать тенденции моды, а они сегодня, как ни крути, связаны со стройностью и молодостью. Всего за месяц нашего проекта 47-летняя Марина изменится кардинально, сбросив несколько килограммов и несколько лет. Во-первых, есть цели, осталось много платьев, в которых я сейчас в данный момент не вхожу. Хотелось бы мне их, они еще как бы не устарели. И, конечно, когда гуляю с внуками, бегаем, чтобы не было вот этих отдышек. Сейчас в преддверии пляжного сезона хотелось бы скорректировать свою фигуру. Сами понимаете, чтобы не стыдно было выйти на пляж и куда-то с внуками. Комплексный подход к похудению предполагает не только избавление от лишних килограмм, но и улучшение состояния кожи. Поэтому первый день в проекте для Марины начинается с диагностики кожи лица. Диагностика показала, что у Марины Викторовны неочищенные расширенные поры, сухость кожи, пигментация вокруг глаз, купероз, дряблость кожи и опущение мышц. Бороться с этими проблемами мы будем на основе аппаратных методик. Первый этап у нас будет – это газожидкостный пилинг, безденционная мезотерапия, фотохромотерапия и маски. Второй этап – это будет рефлифтинг и альгинатная маска. Когда пришла на диагностику и увидела под микроскопом свою кожу, чуть, конечно, испугалась, потому что мы же считаем себя, что у нас все в норме, а оказывается, все-таки какие-то отклонения есть. Ну а чтобы правильно и эффективно бороться с лишними килограммами, Марина Викторовна на протяжении месяца будет под наблюдением специалиста по коррекции веса. И первое их знакомство также началось с диагностики. У Марины Викторовны ожирение первой степени. На весах, на измерении состава тела мы выяснили, что у нее излишек 21 килограмм, но такое большое количество мы сразу же убирать не будем. Это не совсем полезно для здоровья, поэтому начнем. Первая программа минимума у нас будет около 10 килограмм. Дневник питания будет она обязательно вести, заполнять его строго. Мы договорились, что она записывает все продукты, которые она ест, обязательно отмечает. И мы с ней встречаемся примерно раз в неделю, раз в 10 дней для проверки, для коррекции. Может быть, какие-то неточности в рационе у нее, может быть, что-то она недопоняла, чтобы скорректировать рацион. В следующей серии участницу проекта ждет знакомство с инновационными тренажерами. Сейчас ваши мышцы сокращаются. Как ощущения? Какие-то они сокращаются, так не привычно, как будто я куда-то падаю. А также процедура у косметолога – газожидкостный пилинг. У мужских ласковых рук я получила такой релакс, такое хорошее наслаждение. После посещения Центра эстетической косметологии «Эстетик-центр» Елена чувствует себя моложе. Качество «Эстетик-центр». Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На «Соне Кривой 30». Самое модное событие этого лета в парк-отеле «Березка» 14 июля состоится грандиозный финал конкурса для начинающих моделей «Я-модель». Специальный гость – суперзвезда Сергей Зверев, а также звезды фэшн-индустрии из России и Европы. Стань гостем! Заказ билетов по телефону 8-982-11-02-39. Купаемся в любую погоду в Баден-Баден «Лесная сказка». Два больших бассейна, водопады и массажеры. Комфортная зона для загара. Пляж с аттракционами на лесном озере. Приезжай в лето! baden74.rf Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Детские конкурсы красоты проходят в каждом более-менее крупном городе. Но этот проект отличается от всех прочих широтой размаха. Призовой фонд конкурса «Я-модель», участие в московской неделе моды «Эстет», «Мерседес-бэнс фэшн-вик», а также фотосессия с известными столичными фотографами. Идея конкурса была такова, чтобы представить детей Челябинской области, детей с периферии, из сел, из деревеньев, из городов. Московским гостям, московским нашим партнерам, модельным агентствам города Москва, дизайнерам, телеведущим, моделям. Показать детям, что такое мода, что такое красота. Если у ребенка существует мечта, то этот конкурс будет организован так, чтобы ребенок столкнулся со всем этим, понял, хочет он этим заниматься, надо ли это ему, является это его мечтой и хочет ли он продолжать заниматься этим дальше. Организаторы поставили цель отобрать как можно больше детей, поэтому кастинги проходят в разных уголках Челябинской области. Мы как организаторы проехали по семи городам, по внешним Челябинской области, оплатив 42 города. Мы начали с Ускотава, продолжили в Каштыне, МИАС, Южноуральск, Челябинск, Златоуст. Народу приходило на кастинг, конечно же, много было желающих. В конкурсе участвуют дети двух возрастных категорий. И если в группе от 4 до 10 лет ценится непосредственность и природное обаяние, то к категории 11-18 лет требования уже более профессиональные. Высокий рост, стройное телосложение и длинные прямые волосы для девочек. Наша задача – это научить ребенка и умение двигаться на поделе профессионально, умение себя преподнести, умение подать себя по актерскому, так, чтобы заметили члены жюри, чтобы они были оценены. Потому что каждый желает и попасть на обложку журнала, каждый хочет попасть на показы в Москву. То есть вся наша сейчас деятельность и подготовка, и работа с детьми нацелена на это, чтобы они были подготовлены. У нас очень творческий ребенок, любит фотографироваться. Вот решили пройти к кастинг. Удачно прошли, не знаю, надеемся, что все получится. Я хочу стать моделем. Они улыбаются и еще не называют футболу с целью. Мама красивая, дочь тоже вроде получилась красивая. И какая-то скрытая мечта, наверное. Ребенок очень хорошо. Ну вот, пожалуйста, на камеру работаем. Поэтому, почему вы? Очень хочу быть моделем, но еще я хочу и другой бизнес, конечно же, строить. Но больше мне охота быть моделью. И потом как-нибудь свое мастерство передавать другим маленьким детям. Выдался такой шанс, и я решил им воспользоваться, потому что модельный бизнес не такой долгосрочный. Я всего до 25 лет, и поэтому я решился воспользоваться таким шансом. Я из города Южно-Ральска. Я прошла кастинг, приехала сюда, чтобы осуществить свою мечту. Организаторы конкурса «Я модель» по многочисленным просьбам объявили дополнительные даты кастингов, что дает шанс еще большему количеству детей попробовать себя на подиуме. Все сюжеты Beauty Time в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику 211 50 30. Стилисты проекта. Модный дом «Я». Имидж-студия Елены Ивановой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова